36 километров трассы, полчаса непрерывного рела моторов и 34 гонщика. Это самый массовый заезд на прокатной технике в истории картодрома «Маяк». Для гонки такого масштаба даже дата не случайна. 15 сентября «Маяк» отметил свое 15-летие. В честь юбилея организаторы устроили настоящий праздник для всего картинг-сообщества. Для любителей железных коней помощнее на площадке клуба раскинулась выставка тюнингованных автомобилей. Багажники некоторых из них превратились буквально в музейные витрины. Автомобиль, сам все, у него модельный год, 98-й. Это немножко сделано с уклоном такой, немножко уже по современным меркам винтаж. То есть это приставка «Сега» из моего детства, квадратный по нынешним меркам телевизор. Все это современное, но именно с антуражем, таким вот конца 90-х годов, начала 2000-х. Но главный гвоздь праздника, конечно же, уникальный заезд. Никто никогда еще не выпускал 34 карты одновременно на трассу. Ну и вы видели, как это было красиво. Была борьба на протяжении каждого, на протяжении всей дистанции, на каждом круге пилоты боролись. Для участия в такой необычной гонке пилотов отбирали заранее. Потенциальным участникам было необходимо приехать в «Маяк» и продемонстрировать свои навыки. Самые лучшие оказались на треке в день рождения любимого клуба. У нас сегодня такой формат, что 15 кругов сначала в одну сторону, потом 15 кругов в другую сторону. На жеребьевке вытянули себе стартовые позиции. На втором заезде будем стартовать, исходя результатов финиша первого заезда. Напряжение росло прямо со старта. На профессиональной трассе длиной в 1200 метров 34 пилота. А погнать соперников теперь не так просто. Их слишком много. Любой неосторожный маневр опасен. Например, наезд колесом на обочину чреват повреждением карта. А значит, пилот выбывает из гонки. Победителей отбирали по сумме очков в обоих заездах. Я пришел первым в первом заезде. Во втором я пришел где-то в середине. По итогу гонки я второй. Поздравить картинг-клуб «Маяк» с такой знаменательной датой, а заодно и наградить победителей участников гонки, приехала заместитель главы Дмитровского городского округа Елена Виноградова. Пьедестал почетно разделили три молодых гонщика. Антон Надеждин, который удостоился третьего места. Павел Лунин второго и почетное звание чемпиона заработал пилот из Твери Николай Поляков. Помимо лидеров гонки, памятными медалями были награждены все участники соревнований.